Остановки, контейнерные площадки, продуктовые магазины – это излюбленные места бездомных животных, поэтому первым делом специалисты службы отлова отправляются туда. На конечность 101 маршрута тут из жителей сделал для четвероногих конуров. Неподалеку находилась и сама собака. Давай бирку посмотришь там. Верите. Бирка наша поможет, да? На собаке есть бирка, это значит, она когда-то уже побывала в питомнике и повторному отлову не подлежит. Далее бригада отработала адреса жалоб, на одном из которых застали бродячего пса. Теперь его отвезут в питомник города Дертюли, где он проводит три недели. Первый, ну, первые проводят осмотры, потом делают дерматизацию, дают лекарства для уничтожения листов, паразитов. После этого, считаю, что делают уже операцию, после операции стерилизацию и, получается, кастрация у кабелей. Одеваем бирки, считаю, что после этого, когда уже все зарастает, швы смотрим и после этого делаем выпуск на то же место, где отловили. При этом обязательно учитывается отсутствие у животного неизлечимых заболеваний и немотивированная агрессия. К нам жители обращаются по отлову безнадзорных животных. Туда входят не только собаки, у нас и домашние другие животные, допустим, козы, крупный рогатый скот и лошади. У нас по нормативу на тысячу человек населения приходится четыре собаки. Мы имеем право им, как говорится, заявку делать. У нас получается где-то 6, 24, 25 собак. В прошлом году у нас они отловили 20 собак. В этом году, в январе, отловили одну собаку. По словам специалистов, чаще всего жители сами выпускают собак на свободный выгул. Один из таких инцидентов произошел на улице Садовая. Животное хоть и было с ошейником, но перемещалось бесконтрольно. Четвероногого поместили в клетку, однако хозяин вовремя нашелся и на первый раз получил предупреждение. Убедительная просьба, чтобы все владельцы держали питомцев на привязи, не допускали свободного выгла. В противном случае, хозяину животного грозит административная ответственность в виде наложения штрафа от 500 рублей и выше, согласно статье 5.2 и 13.7 административного кодекса Крисовской области Башкортостана. Нужно отметить, что с начала 2022 года служба по отлову поймала на территории Краснокамского района уже 12 безнадзорных животных. О бродячих собаках жители могут сообщать в свои сельсоветы. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей». Продолжение следует...